В памяти восстания в Бухенвальде 11 апреля в мире отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Воспитанницы ДШИ номер два стали победителями Всероссийской предметной олимпиады по изобразительному искусству. Брестательная победа. Хоккейный клуб Саров стал бронзовым призером чемпионата области. Далее расскажем по всем подробно. Строительство детской плеклинки в Сарове – вопрос, который держат на контроле на всех уровнях власти. Отставание от сроков и последующие заморозки работ вызвали негативную реакцию со стороны горожан. Пожалуй, больше всего во всей этой ситуации саровчан возмущало, что старую плеклинку закрыли, не дождавшись постройки новой, и срыв сроков лишь добавил масла в огонь. Однако, как заверили представители ФМБА и клинической больницы номер 50, на то были веские причины. Здание на монастырской площади передавалось в рамках все-таки программы возвращения уникального памятника архитектуры Свято-Успенского монастыря, в рамках большой программы. Поликлиника находилась не в хорошем состоянии. Во-первых, там она требовала капитального ремонта, эта поликлиника старая, на проспекте мира. Эта поликлиника была далеко от подъездных маршрутов. Тогда было принято решение провести капитальный ремонт в здании на Октябрьском проспекте и перевести туда педиатрические участки. Объемы медицинской помощи не упали. С конца прошлого года по вопросу строительства проходили совещания на уровне полпредства и ФМБА. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки, найден новый субподрядчик. Чтобы оценить состояние объекта, в наш город прибыла делегация из Федерального медико-биологического агентства. Представители ФМБА встретились с руководством администрации городской думы, ядерного центра и клинической больницы номер 50. Это знаковый для агентства объект, который находится лично под кураторством руководителя агентства Вероники Игоревны Скворцовой. Вероника Игоревна является членом попечительского совета по Дивеевскому кластеру. И, соответственно, этот объект входит в одну из составной частью и находится на контроле и полпредства по Приворскому федеральному округу и в рамках реконструкции Дивеевского монастыря. Напомним, после решения передачи старой поликлиники на Мироцеркви начались проектные работы по новому зданию. В 2019 году заключили контракт на проведение строительно-монтажных работ. И в соответствии с первоначальным графиком объект должны были сдать в августе этого года. Но по ряду причин сроки сорвались. В этом виноваты и пандемии, за которой въезды нагородних в город запрещали, и экономические трудности, с которыми столкнулся субподрядчик. Из-за этого контракт с ним генподрядчик Расторг. Сейчас мы нашли полное понимание в рамках данного проекта. Первое. На уровне полпредства подписана очень детальная дорожная карта по возобновлению строительства данного объекта. Две контрольные точки. Первое. Это ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в ноябре-декабре 2022 года. В декабре 2021 года мы планируем полностью возвести каркас здания. Сегодня заключен договор подряда на строительство к работам на строительной площадке приступили 13 апреля. Рабочие расчищают территорию после зимы. Затем до 24 апреля специалисты должны провести техническую оценку конструкций, которые уже возвели ранее. И в зависимости от состояния присутствующего на стройплощадке объема выполненных работ уже с 24 апреля у нас начинается полноценная работа по началу, по сути, строительства данной поликлиники. То есть стройплощадка к 24 апреля будет укомплектована всеми необходимыми временными строительными сооружениями. К этому сроку площадку полностью укомплектуют техникой, строительными материалами и рабочими. Строители будут работать две смены. Деньги на работу выделены в полном объеме. Причем, по прогнозам специалистов, отставание от графика не должно привести к увеличению финансирования. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Во время пандемии многие вирусы отошли на второй план. Однако, кроме коронавируса, по-прежнему есть риск заразиться другими опасными болезнями. Защиту от многих из них может обеспечить вакцина. Это наиболее эффективный способ обезопасить себя от инфекции, предупредить зачастую потенциально смертельные заболевания, утверждают врачи. Для своевременной вакцинации каждого пациента существует национальный календарь прививок. По сути, представляет собой график вакцинации человека, любого гражданина Российской Федерации, начиная с момента рождения, с роддома, детишек прививают и на протяжении всей жизни человека. Утверждается национальный календарь профилактических прививок Минздравом Российской Федерации. Вакцинация, согласно календарю, проводится в рамках обязательного медицинского страхования, бесплатно. После прививки иммунитет вырабатывается почти всегда. Вакцинация особенно необходима людям с хроническими заболеваниями, чтобы избежать серьезных последствий. Например, корь может осложниться развитием энцефалита, а гепатит В привести к циррозу печени и впоследствии к развитию злокачественной опухоли. Прививки, которые входят в календарь прививок от туберкулеза, гепатита В, дифтерии, столбника, кори, краснухи, паротита, вакцинация от пневмококковой инфекции, гемофильной палочки. Также включаются прививки по эпидемиологическим показаниям национальный календарь прививок. В настоящее время это прививки от коронавирусной инфекции. Некоторые прививки необходимо делать регулярно, так как уровень антител с возрастом понижается. Не стоит бояться вакцины, уверяют специалисты. Препарат перед тем, как выпустить на рынок и в лечебные учреждения, тщательно тестируют. Прописывают все возможные побочные действия. По сути, единственным противопоказанием к вакцине может быть аллергия на ее компоненты. Там высокая температура, гипертермический синдром, азнок, ломота в теле. То есть это реакция организма на введение вакцины и пугаться этого не нужно. Перед вакцинацией человек обязательно посещает терапевта, который осматривает пациента, измеряет температуру, другие показатели давления, частоту сердечных сокращений и оценивает показания и противопоказания к вакцинации у данного человека. После каждой прививки наименование вакцины, дозу, дату и время введения медики вносят в единую компьютерную базу. Информацию обо всех своих инъекциях пациент может получить в виде сертификата в любое время, если обратиться в прививочный кабинет или канцелярию поликлиники с документом, подтверждающим личность. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Активный образ жизни или отсутствие жалоб не всегда показатели того, что проблем со здоровьем нет. Порой выявить хронические заболевания можно лишь с помощью регулярного и комплексного медицинского обследования – диспансеризации. Диспансеризация – это комплекс мероприятий, которые направлены на ранние выявления хронических неинфекционных заболеваний. Это такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания, заболевания бронхолегочной системы. И один момент есть – при желании пациент может сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию рекомендуют проходить раз в три года, от 40 лет ежегодно. Все обследования проводятся абсолютно бесплатно. В процессе диспансеризации пациент заполняет анкету и согласие, после чего получает индивидуальный обходной лист. Характер и количество исследований, которые нужно пройти, меняются в зависимости от возраста. Если вдруг какие-то выявляются отклонения в ходе диспансеризации, и врач-терапевт это видит, она может направить на дообследование, так называемый второй этап диспансеризации, где уже человек может допройти какие-то обследования. Как правило, это колоноскопия, осмотр гинеколога, гастроскопия. Медики призывают ответственнее относиться к своему здоровью и регулярно посещать профилактические осмотры. Ведь всегда легче предотвратить болезнь, чем лечить. Записаться на диспансеризацию можно через портал пациента, участкового терапевта, регистратуру, либо по телефону 95511 или 95512. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Аутизм начинается в первый год жизни ребенка. Явно увидеть его можно в два года. Выявляют и ставят диагноз ближе к трём. Специфических методов обследования не существует. Электроэнцефалограммы или МРТ идут в помощь специалисту. Но чаще он опирается на свои наблюдения. Ребенка-аутиста распознать несложно. Такие дети зачастую отгорожены от внешнего мира, не желают взаимодействовать с окружающими, имеют речевые и эмоциональные нарушения. Часто такой ребенок не употребляет в своей речи местоимение «я», говорит о себе во втором или в третьем лице. У аутистов задерживается формирование навыков опрятности. Он не общается с внешним миром. Он может не обращать внимания, когда обращаются к нему по имени. Игнорировать, не допускать тактильного контакта, то есть когда до него дотрагиваются, до ребенка. Хотя есть дети, которые любят именно тактильный контакт. Он не смотрит в глаза собеседнику, независимо от степени родства, то есть знакомый человек незнакомый. Степень аутизма разная. Бывают грубые нарушения в развитии ребенка с интеллектуальной недостаточностью. А бывает и наоборот. С возрастом и под влиянием терапии проявления аутизма сглаживаются. И по мере взросления остаются только личностные особенности. Есть в нашем городе дети с диагнозом аутизм, которые закончили обычные школы и поступили в вузы. Нашли свое место в социуме и научились взаимодействовать с людьми. Хотя чаще всего аутисты ходят в сад для детей с речевыми нарушениями, учатся в коррекционных классах или находятся на индивидуальном обучении. Из года в год количество аутистов растет. За последние пять лет в Сарове количество детей с таким диагнозом увеличилось более чем в два с половиной раза. Заболеваемость растет и по всей стране. Заболеваемость за предыдущие, если брать 14-ю год, сейчас 21-й за 7 лет, она растет. Но это не эпидемия. То есть да, заболеваемость растет, но нельзя сказать, что это переходит разряд эпидемии. У нас аутистов там очень-очень много. Аутизм не приговор. Главное для родителей принять этот диагноз и понять, какие у их ребенка сильные стороны и развивать их. К тому же сейчас существует очень много методик, по которым специалисты занимаются реабилитацией детей-аутистов. Есть несколько видов коррекции важных. И медикаментозные в том числе. Но в любом случае на первое место выходит психолого-педагогическая коррекция. Это направлено на то, чтобы развивать их сенсорное развитие. Обучать их, да, сенсорное, это у нас и слух, и зрение. Обучать контакту, обучать пониманию обращенной речи, взаимодействию. То, чтобы откликался на просьбы, да, выполнял инструкции. И мог эти инструкции принять, понять и сделать. Показывать ребенка с аутизмом специалисту следует не реже раза в квартал. При прохождении медикаментозной терапии раз в три недели или в месяц. В последнее время проблемам аутизма уделяют больше внимания. Сейчас в Нижегородской области живут более 1 тысячи детей с диагнозом «РАС». Для них в марте в Нижнем Новгороде открылся ресурсный центр. Он станет для семей единым окном, где можно получить помощь и поддержку специалистов. В центре составят индивидуальный маршрут для получения услуг в сфере соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта и занятости. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. 163 штрафа в прошлом году выписали любителям браковаться в неположенном месте. Водители, которые оставляют автомобили на газонах, площадках и тротуарах, нарушают правила благоустройства города и закон о чистоте и порядке территории Нижегородской области. Весной особенно видно, что население нашего города совершенно недисциплинированное. И транспортные средства размещают так, как им удобно, не задумываясь о том, что нарушают травяной покров, растительный покров и выносят грязь на колесах на проезжую часть, что во дворовой территории, что на улице дорожную сеть. На сайт администрации в ДГХ приходит большое количество сообщений о нарушении правил парковки. Также автохамов выявляют в процессе объездов. По словам Татьяны Голубятниковой, главный аргумент из уст нарушителей – отсутствие запрещающих знаков. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Согласно части 2 статье 3.8 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, нельзя парковаться на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях и пешеходных дорожках. Специалисты ДГХ уполномочены только возбуждать административные дела, то бишь составляем протоколы. И материалы дальше направляем на административную комиссию на рассмотрение. По данной статье, часть 2 статьи 3.8, это размещение транспортных средств с нарушением, значит предупреждения нет. Штраф предусматривается на физических лиц, в частности от 2000 до 4000. Если вы заметили автомобиль, припаркованный на запрещенной территории, можно оставить жалобу на сайте администрации, либо сообщить ДГХ по телефону 9 90 39. Обязательно нужно указать точное местоположение, дату и время нарушения. Дарья Кузина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Екатерина Ивановна Антипова – узница концлагеря. К фашистам она попала в 5 лет. Лагерь смерти, в котором находилась маленькая Катя, был под Псковом. У нас в Германию хотели всех ребятишек, особенно, а до Пскова дошли, и там чего-то и не пустили. Наши уже там стали поступать. Уже там и Балтийское море, и все уже наши воевать стали по-настоящему. Екатерина Ивановна рассказывает, что после освобождения, вернувшись домой, она и другие узники получили клеймо предателей. В страхе за свою жизнь и жизни близких они меняли фамилии и пытались скрыть пережитое. Только в 1995 году, когда Победа праздновала юбилейную дату 50 лет, узников в концлагерее официально признали невиновными и стали вручать медали и ордена. Но своими наградами Екатерина Ивановна не гордится. Не считаю себя слишком заслушанной к этими медалями. Вот и все. Сколько нас там было, сколько там погибло, умерло с голоду. В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она установлена в память об интернациональном восстании узников лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. Мы желаем здоровья превыше всего, чтобы они все-таки еще радовались этой жизни, видели своих прав-нучата уже, скорее всего. Они пережили очень много. В городе-то их немножко, ну там два раза на руках пересчитать можно осталось этих людей. Но тем не менее выразить свое отношение к ним мы обязаны. Мы идем их навещать, чтобы они понимали, что люди о них помнят, что люди помнят, что было страшно. Потому что им нужно внимание, им нужно почувствовать себя важными. Всего в концлагеря, лагеря смерти, тюрьмы попало около 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших 5 миллионов граждан СССР. Каждый пятый узник был ребенком. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Объединить волонтеров и рассказать о том, что за люди живут в нашем городе и какие добрые дела они делают. Это главная цель акции «Неделя добрых дел». После пережитого локдауна волонтеров стало значительно больше. Причем в добровольчество идут не только подростки, которых привлекают в первую очередь общение. Все больше взрослых людей присоединяются к волонтерским движениям. Здесь суть – целую неделю как можно чаще и больше рассказывать об этих активностях. Напоминать о том, что люди, которые, может быть, сомневаются, стать добровольцем или нет, они могут им не стать. И это несложно стать, но это очень благородно, ответственно и классно. И при этом люди, которые, например, когда-то сомневались, сделают добрые дела или нет, в принципе, могут… «Весенняя неделя добра» – это может стать таким хорошим стимулом. Календарь «Весенняя неделя добра» традиционно приурочен к определенным датам. Под нее как раз попадают праздники, которые соответствуют тематике добровольчества. Это и День донора, День земли, День заповедных парков, День солидарности молодежи и так далее. На «Недель добра» проведут экологические, благотворительные акции. Акции помощи приютам для животных и множества других активностей в сфере добровольчества и взаимопомощи. Традиционные мероприятия в рамках «Весенней недели добра» мы убираемся. При этом в этом году мы решили предложить чаще всего молодежь, чтобы она не воспринимала эту уборку как обязаловку. Мы решили им предложить убраться в интересном формате. Это будет всероссийский такой опыт. Мы его попробуем в Сарове 23 числа. Это будут чистые игры. Люди будут убираться. Молодежь будет убираться, но очень в интересном формате. То есть на выходе мы получим чистые газоны, но это будет немножечко не так, как это обычно происходит. Людям и должно быть интересно это делать. Завершится «Недель добра» 27 апреля. В этот день в Муниципальном ресурсном добровольческом центре на базе молодежного центра пройдет День открытых дверей. Организаторы познакомят посетителей с добровольческими объединениями города и подведут итоги акции. Самые активные участники получат благодарственные письма. Сейчас идет прием заявок от саровчан, желающих сделать какое-то доброе дело. У нас сейчас идет, так скажем, заявочная кампания. В плане того, что мы всем желающим предлагаем заявиться на эту «Неделю добра», заявиться, рассказать о том, что вы планируете делать какие-то мероприятия, вы хотите сделать, вам нужна помощь, вы думаете, но не знаете как. Вы уже, в принципе, готовы сделать доброе дело и готовы о нем рассказать. С нашей стороны полностью информационная поддержка, ресурсная поддержка. То есть можем помочь, подсказать, рассказать, сопроводить любое мероприятие. Заявить о своем участии можно, заполнив форму в группе «Саров молодежь ВКонтакте». Там же можно узнавать о всех активностях и мероприятиях «Весенние недели добра». Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Определить жанр, название и автора картины – одно из заданий Олимпиады, в которые участвовали воспитанницы ДШИ номер два. На одном из образовательных порталов в одно и то же время сотни участников проверяли свои знания в области изобразительного искусства. Каждый мог ответить на вопросы лишь один раз. Юлия Тюлюпа не допустила ни одной ошибки в заданиях. В каких-то заданиях было сложно, в каких-то нет. Мне прямо точно запомнилось, как я сидела на «Опять двойкой» картина. Я пыталась вспомнить. На занятиях в школе искусств девочка с интересом слушает про античную культуру с ее характерными архитектурой, мифами и легендами. Также юный дизайнер любит создавать макеты. С ними она каждый год участвует в международном конкурсе «Комната моей мечты». В позапрошлом у меня был аэропорт, Да, в прошлом у меня был макет комнаты на тему природы. В этом году у нас тема космоса. Еще одна ученица Дыши номер два Анна Ежова набрала высокие баллы в Олимпиаде среди третьих-четвертых классов. Многие знаменитые работы известных художников девочка распознала сразу. А не удалось ответить верно на 93% вопросов. Были некоторые вопросы легкие, некоторые сложные. Там была девочка с персиками, черный квадрат, золотая осень. На уроках отделение дизайн Дыши номер два учит рисовать, чувствует цвет, владеть композицией, беседует об искусстве и живописи в частности. Занятия ведут преподаватели с большим опытом, среди которых члены Союза художников России и кандидаты наук. Совсем недавно в школе открыли набор на 2021-2022 год. Подробную информацию можно узнать на сайте Дыши номер два в разделе «Приглашаем учиться» и по телефону 951-84. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Праздник народной песни. 10 апреля прошел ежегодный отчетный концерт воспитанников Людмилы Карпушовой. Народные коллективы, ансамбли русской песни, Центра культуры и досуга в НИЕВ и Центра внешкольной работы «Сударушка и Забава» приготовили для саровчан двухчасовую концертную программу. Из-за пандемии времени на подготовку было не так много, но на сцене ребята держались уверенно, как настоящие профи. Любому артисту нужна сцена, где можно показать все, чему тебя научили, чего ты достиг, чтобы ощутить себя действительно артистом, а как бы за экраном, с монитором – это все, конечно же, не то. Мы не привыкли к этому, мы не воспитаны на этом, и народное творчество – это всегда живое общение было. Жанровая тематическая палитра концерта получилась пестрой, живой и красочной. Со сцены звучали акапельные и фольклорные песни, произведения советских композиторов и современных авторов. Отдельный тематический блок посвятили предстоящему празднику – Дню Победы. В него включили и исторические песни о войнах в России. У каждого юного вокалиста есть песни, к которым он относится с особым трепетом. Я занимаюсь уже пять лет. Мне очень нравится песня «Старый клён». Она очень красивая и добрая. Мне очень нравится песня «Меня матушка любила», потому что она очень задорная и веселая. На сцену вышел и приглашенный коллектив. Воспитанники Анны Козловской и студии эстрадной народной хореографии «Задоринки» выступили с танцем топотушки. Творческая лаборатория «Три Дэнс Факторис», которой вернулись «Задоринки» – часть проекта «Танцевальный клондек». Его цель – не провести масштабный конкурс, хотя соревновательная часть, безусловно, присутствует. Главная задача – научить искусству танца детей и их наставников. Уникальная возможность поработать с профессиональными хореографами, такими как, например, хореограф танцев на ТНТ Светлана Лутошкина. То есть прикоснуться, так скажем, к более высококлассным профессиональным мастерам, которые работают на телевидении, работают с профессиональными танцорами, с артистами балета, ставят спектакли, с режиссерами. В сжатые сроки участникам лаборатории предстояло выучить целую композицию. Обычно на это уходит несколько месяцев, но на «Три Дэнс Факторис» под руководством Андрея Роживина рисунок танца был готов уже через три дня. Для «Задоринка» это совершенно новый опыт. Хореограф-педагог объясняет еще, как эмоциями отыграть, куда и руку, и ногу поставить. Но на это он больше не обращает внимания, он скорее просто показывает, а ты уже сам перенимаешь его, и это уже больше идет изнутри, то, что ты хочешь показать миру. Будет очень интересно, будет очень весело, забавно. Прикольно, если так можно сказать. Это будет о жизни нашего города, но такой больше собирательный образ, и все очень феерично. В заключительный день участникам предстояло показать свою постановку. И, наконец, после четырех дней изнурительных тренировок и многочасовых репетиций, поисков и открытий, «Задоринки» узнали, что стали обладателями Гран-при. А если учесть, что на главный приз претендовали 10 сильнейших коллективов из разных городов России, легко можно угадать, какие эмоции были у них в момент объявления победителя. Девчонки, они большие молодцы. Я их очень, не знаю, готова благодарить, целовать, обнимать, потому что до сих пор не верится, что наш коллектив стал обладателем Гран-при. И все, наверное, кто видел церемонию награждения, видели эти неподдельные эмоции, то есть там плакали все, и я, и дети, но для нас это просто невероятный прорыв. Сейчас «Задоринки» будут работать над танцем, который им поставили на творческой лаборатории, и придумывать костюмы и образы. Увидеть готовую обстановку саровчане смогут в мае на большом концерте студии. На паркете «Дома молодежи» около 30 человек. Они пришли научиться танцевать, чтобы 9 мая принять участие в патриотической акции «Вальс Победы». Хореографом акции выступает руководитель студии спортивных бальных танцев ДЭКа Екатерина Сосоева. Пойдем от простого к сложному, и каждый из присутствующих сможет для себя взять какую-то ступень сложности. То есть начнем прямо с самых простых движений вперед-назад, влево-вправо, потом будем усложнять вплоть до поворотов на все 360 градусов и под быстрый темп. Каждый из пар сможет для себя выбрать вариант вальса, который им доступен и приятен для танца. Акция в Сарове проводится впервые, и организаторы надеются, что она войдет в добрую традицию. Единственное, что потребуется от участников проекта – стилизованный костюм эпохи времен 40-х годов. В семье Санкиных уже давно все готово. У Андрея есть рубашка и брюки, у Ирины красивое платье. Наряды помогут им окунуться в атмосферу мая 45-го года, когда их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе. А еще участие в акции – это возможность рассказать детям о победе. Не просто, например, прийти на парад на церемонию возложения цветов, пройти с бессмертным толком, но и показать им еще возможные примеры участия родителей. Для детей, я думаю, это будет полезно. Что не только на словах, но и на деле пускай танцем, но все-таки в честь победы нашей. Принять участие в вальсе победы может любой желающий, независимо от возраста. Занятия проводятся бесплатно каждый вторник в 19.00. При себе иметь удобную обувь и одежду. Увидеть вальс победы можно будет 9 мая в 18.00 в парке имени Зернова. Еще совсем юные ребята умело справляются с тяжелыми винтовками. За секунды перезаряжают их и точно попадают в цель. В городских соревнованиях по пулевой стрельбе приняли участие как юноши, так и девушки. В первый день спортсмены выступали в дисциплине, стрельбая с пневматической винтовки на 10 метров. Именно вот эта дисциплина, которая пневматическая винтовка 10 метров из положения сидя, с упора. Это, скажем так, массовое упражнение, где можно получить значок ГТО, то есть конкретно тут потренироваться. Александр Решетов занимается стрельбой с 8 класса и хочет в будущем поступать в военное училище. В городском турнире по пулевой стрельбе он выступает впервые, но ежегодно участвует в различных соревнованиях по другим дисциплинам. И делает все возможное, чтобы показывать лучшие результаты. Мы брали уже три года подряд, берем первые места именно по зорнице городского этапа. Ездили на зеленый этап один раз в 2016 году. К сожалению, в прошлом году из-за коронавируса мы не смогли поехать. И вот сейчас будем езжать на 23 по 24 число. В отличие от других видов спорта, где спортсмены соревнуются прежде всего друг с другом, в пулевой стрельбе стрелки ведут самый трудный из поединков с самими собой. Выдержка, сосредоточенность и внимательность помогли участникам первенства добиться отличных результатов. По итогам первого дня первое место среди девушек заняла Веренея Белкина. Среди юношей Леонид Мармышев. На первый перерыв команды уходили, так и не открыв счет. Первую шайбу в ворота соперника соровчане отправили во втором периоде. Следом за ней полетели еще две. К концу второго периода табло показывало 3-0. В третьем периоде соровчане темп не сбавили. Спартаку удалось забить только одну шайбу в последние минуты игры. Вышли оптимальный, максимальный состав. У нас не было только Влада Парфенова сегодня. Он играет за студентов. А так все, максимальный состав показали, что люди готовились, хотели. Бронзовые призеры чемпионата. Где-то вратарь подвыточил, где-то сами все забили. Ну и у Павлова, конечно, не хватало 2-3 человечка, студентов, которые ключевые игрочки. Поэтому такая игра. Это была вторая встреча Сарова со Спартаком в плей-офф. Первую встречу на выезде соровчане тоже выиграли со счетом 2-3. За 40 секунд до конца забив решающую шайбу. Как признаются сами игроки, весь этот сезон был достаточно сложным для них. И только финальная игра в полной мере показала, на что способны наши хоккеисты. Было много поражений в сезоне. Хорошо, что плей-офф закончилось так, что заняли третье место. Получилось у нас это сделать. Не прошли в полуфиналы, обидно, конечно. Соперник хороший, но у нас было, может, больше всего нежелания, возможностей победить. Играли дома, свои трибуны, болельщики. Большое им спасибо. Помогали нам. Канали нас вперед. Вот, получилось победить. Тренировки у Сарова будут проходить до конца апреля. Затем команда уйдет в отпуск. Насчет следующего сезона ясности пока нет. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Сарова 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова